16 октября была опубликована статья РВК о том, что начались банкротства реоператоров и в частности Вологодской области нашего оператора по восточной зоне Аквалайна. 6 октября было принято арбитражным судом решение о введении наблюдения о банкротстве. Данное решение вступило в силу. Определён внешний управляющий, которым поручено до февраля провести работу по обследованию и исследованию всей экономической деятельности предприятия, чтобы дальше принимать решение. Это решение о введении процедуры наблюдения не является прекращением деятельности предприятия. Аквалайна работает на территории с 17-ми субъектами районов и города Вологды. Поэтому мы продолжаем держать ситуацию на контроле в правительстве области. Также работаем с УПК РЭО по этой ситуации. Это оператор российский. Была выделена субсидия как восточной зоне, так и западной зоне на погашение средств, которые были в период коронавируса получены. И на сегодняшний день все средства, которые были выделены 47 миллионов, они направлены на погашение кредиторской задолженности. Также мы рассматриваем вопросы по замене и по организации сбора раздельного. Для этого область вошла по инициативе губернатора области в 24 субъекта Российской Федерации как пилотный вариант по получению контейнеров, которые будут выделены на 75 миллионов рублей. Мы получим более 4 тысяч закупим контейнером. И начнем второй этап. Там, где не хватает, добавим контейнера и будем начинать работу уже по раздельному сбору.